Обещали же еще в 2013 году при президенте Януковиче, что будет контрактное с 2015 года, но мы не заметили этого, не увидели, а видим, что сейчас делается. Мое мнение, армия должна быть контрактная. Ну, я думаю, должна быть контрактная. Ну, может быть, срочная, может быть, нужна, как раньше служили при Союзе. Вообще-то деньги нужно зарабатывать трудом своим, а не, ну, как служить. Ну, сколько там, ну, раньше платили там солдаты, вот сколько там. Контрактная. Ну, намного лучше будет, и, как говорится, люди заработают, и будут профессионалы у нас. Честно, я не знаю, не могу сказать. Наверное, все-таки за идею. Да, за идею. Никакой не надо. Потому что не нужно нигде стрелять. Вот она не нужна. Ну, как всегда, служили в армии, и все. Контрактная – это не выход из положения. В Украине нужна смешанная армия. То есть, сперва человек должен поступить, ну, так сказать, призваться, да, немножко послужить, определиться, и тогда можно, как говорится, идти на контракт. Вот так, в таком плане. Столько контрактная. А почему вы так думаете? Ну, потому что срочная армия, ну, как вам сказать, не каждый хочет, желание не у каждого есть служить. А контрактник идет по зову сердца. Ой, я не знаю, серьезно, не могу ответить на это. Я верующий человек, не служу, не буду. Контрактная. Я думаю, что контрактная. Все-таки люди, которые уже прослужили с опытом, службы, я думаю, что это будет более оптимально для нашей страны. Контактная. Я думаю, контактная. Почему вы так считаете? Почему? Ну, будут профессионалы, которые не полгода, а год будут служить на постоянной основе, ну, и будут, скажем так, стимулы у них для какого-то карьерного роста, освоения знаний.